Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео будет о моем уходе за лицом в холодное время года. И снимаю я его, кстати, не одна, а в компании замечательного бьюти-блогера Даши. Ее канал на YouTube Voice of Beauty. И я неоднократно вам про нее рассказывала. Я обожаю Дашу и ее видео. Ее я открыла для себя чуть меньше года назад. Я просто влюбилась в нее. Я начала просмотр ее роликов именно с покупок на iHerb. И после них, после этих роликов, я для себя в очередной раз открыла сайт iHerb. И снова начала делать там заказы. По ее рекомендациям я купила много косметики оттуда. И я просто в восторге. Даша настолько вкусно рассказывает обо всех продуктах. И причем ее мнение, оно на самом деле совпадает с моим. Даша очень тщательно подходит к отбору продуктов. Она обращает внимание на состав, что немаловажно в нашей современной жизни. И обязательно, если вы еще не подписаны на ее канал, пройдите по ссылке, которая будет в инфобоксе, и просто посмотрите. Я думаю, что вы тут же примете решение подписаться на ее канал, потому что в Дашу невозможно не влюбиться. Ну а мы начинаем. И я вам покажу вот такую корзиночку. Я сегодня собрала для видео. На первый взгляд может показаться, что косметики слишком много. Но на самом деле я сейчас считаю, что мой уход крайне минималистичен. В нем именно в основном уходе на сегодняшний момент крайне мало продуктов. И вы сейчас это увидите. Давайте начнем с некой предыстории. Когда началось холодное время года, я перешла на косметику Цептер. На тот момент мне ее присылали для тестирования. Я воспользовалась кремом, который 30 мл объем. Я доиспользовала. За это время у меня ушел также крем под глаза. В общем, закончилась вся уходовая линейка. Мультирегенерирующий крем мне совершенно не подошел. Поэтому я не стала им пользоваться. В целом, вся линейка Цептер с Висологикал неплоха. Но я не побежала после этого заказывать, покупать ее за собственные деньги. Потому что, хоть она и хорошая, но мне кажется, есть косметика намного лучше. По крайней мере, я пробовала. И вот лично для моей кожи есть лучше, чем Цептер. Поэтому косметику Цептер я не спешу повторять. Дальше я стала пользоваться кремом от Лохербер. Я вам неоднократно показывала его и в открытиях года 2015, и в пустых баночках показывала эту баночку, которая закончилась. Обалденный крем. Он действительно спасал мою кожу в холодное время года. Но, к сожалению, он закончился. И я обязательно его повторю, но, наверное, ближе к осени. Пока сейчас нет. Он плотный, но он классный. А дальше я перешла на другой уход, который я вам сейчас покажу в процессе. Но он мне не подошел. Я использовала наполовину и ночной, и дневной крем именно на лицо. И поняла, что нет. У меня начали возникать проблемы. Начали забиваться поры. Я говорю о косметике на основе кокосового масла. Вот не совсем все это мне подошло. Поэтому я перешла на другой крем, который, в принципе, всегда спасал мою кожу. И сейчас я стала замечать изменения на своей коже в лучшую сторону. То есть все вот эти вот жуткие подкожные высыпания, которые вызвала у меня кокосовая косметика, стали уходить буквально вот за две недели. Я вижу отличный результат. Давайте без лишних вот этих вот рассказов. Я вам покажу на сегодняшний момент, чем я пользуюсь. Всегда начинаем мы с вечернего ухода. Как правило, я снимаю отдельно косметику с глаз, потом косметику для лица. Мне так удобнее. Я считаю, что все-таки кожа вокруг глаз более тонкая. Поэтому для нее нужны специальные средства, которые ее не будут сушить. Так вот, на сегодняшний день у меня три вот таких вот средства. У меня буквально на днях закончилось средство для снятия макияжа. Греческая натуральная косметика. Я тоже показывала ее в любимых продуктах января месяца. Отличная была вещь. Очень бережные глаза. Но, к сожалению, она закончилась. Поэтому я пока ее не успела заказать. Но вот три продукта, которые я сейчас использую и довольна. Это мицеллярная вода от Кадали. Я тоже уже не раз вам ее показывала. У меня есть бутылочка уже большего размера. Стоит в шкафу, ждет в своей очереди. Очень мягкая вода. И она идеально справляется с повседневным макияжем. Если есть какая-то стойкая тушь или подводка, то здесь, конечно же, она не справится. Но эта вода потрясающая. Очень мягкая на основе виноградной воды и растительного глицерина. И я на самом деле в нее влюбилась. Также у меня в использовании есть вот такое средство от Estee Lauder для снятия макияжа с глаз. Глаз тоже отличная консистенция такая, как водичка. Но снимает косметику даже стойкую. Но если макияж прям супер стойкий, и я использовала водостойкое покрытие для ресниц, то здесь я прибегаю к помощи двухфазного средства. И на сегодняшний день у меня от Живанши. Двухфазные средства идеально справляются с водостойким макияжем. И тереть вообще ничего не нужно. После того, как я удалила макияж с глаз, я перехожу к лицу и удаляю макияж с лица. Как правило, в зимний период времени я делаю это какими-то щадящими средствами, типа молочка. Но на сегодняшний день тоже мое молочко, которым я пользовалась от Naturso, оно закончилось, лежит в пустых баночках сам флакон. И я сейчас снимаю опять макияж с лица с помощью вот такой мицеллярки от Кадали, потому что она бережная и она не сушит мою кожу. Если у меня был на лице какой-то стойкий тональный крем, и уж тем более BB крем, то я использую в обязательном порядке гидрофильное масло, причем корейского или японского производителя, потому что они лучше справляются с очищением. Это у меня японское масло Козе Софтима. Отличное. Как видите, оно жидкое, и вот этот вот дозатор преобразует его в пену. Вообще считается это средство два в одном, то есть гидрофильное масло и пенка для умывания. Но если, как я уже сказала, макияж стойкий, то я никогда не пренебрегаю второй ступенью очищения кожи, то есть гели и пенки для кожи. На сегодняшний день имея в арсенале огромное количество пенок для умывания, я выбрала для себя две, потому что в зимний период времени хочется какого-то деликатного очищения, чтобы кожу не стягивало. И вот эти вот две пенки. Одна из них от Biore в такой белой-розовой упаковке. Очень мягкая, очень нежная, плотная пена, отлично снимает остатки макияжа, очищает кожу. И вот пенка от Кадали, это уже второй флакон, она вообще деликатно очищает макияж. И с лица, и с глазами можно использовать, абсолютно не щипет. Я, кстати, пробовала пенку от Biore снимать макияж с глаз, пощипывает. А вот эта от Кадали вообще замечательная, очень мягкая, очень нежная. Вечером в качестве тоника, как правило, я сейчас использую вот такой вот очищающий лосьон от Ducre Keracnil. Он идет для жирной проблемной кожи, очищает, матирует и сужает поры. Особенно сейчас, когда я сказала, что столкнулась с проблемами на лице в виде подкожных таких вот сильных высыпаний, то вот этот лосьон мне идеально помогает, при всем при этом самые сухие участки на коже абсолютно не сушат и не раздражают. Отличный лосьон, он, по-моему, идет безспиртовой. В его составе кислоты, поэтому также отлично осуществляет такой поверхностный пилинг легкий. И также я сбрызгиваю лицо лавандовой водой. Это завершающий этап очищения. И дальше мы переходим к уходу непосредственно. Начнем с ухода за кожей вокруг глаз. И на сегодняшний день это вот такой крем из кокосовой линейки от Bon Lauri. Вообще вся эта линейка очень такая хорошая по составу. Не содержит парафинов, минеральных масел, силиконов, парабенов. Вот. Крем имеет вот такой вот носик. И он достаточно такой плотненький, я бы сказала. Вот так. Но он хорошо разносится по коже и отлично питает и увлажняет нежную кожу под глазами. Я его использую как вечерний в основном уход. Но если его использовать как универсальный крем и днем, то он тоже хорошо впитывается. Просто нужно чуть больше времени дать. И на него отлично ложится макияж, не скатывается. Вот этот крем мне понравился. Но ночной крем и дневной крем из этой линейки, вот про них я говорила, я ими пользовалась наполовину. И потом поняла, что нет, они моей коже не подходят. Они начинают закупоривать поры, начинают появляться жуткие подкожники. Покажу вам вот такой вот ночной крем. У него очень плотная текстура. Не жирная, а именно плотная. Но при всем при этом, когда вы наносите на лицо, кожа становится такой, знаете, матовой. Как будто бы пленочкой покрыта. И утром вы просыпаетесь, кожа неразрыхленная. Но вот со временем, поначалу мне это все нравилось, но со временем появляется ощущение, что кожа не дышит почему-то. Несмотря на то, что состав хороший. И вот стали появляться прыщи. Но прыщи все-таки я связываю именно с дневным кремом, с увлажняющим. Не с питательным, а с увлажняющим. Он имеет менее плотную, но более жирную консистенцию. Липковатую такую. Нужно очень много времени, чтобы он впитался. Я, кстати, этот крем использовала не под макияж, а когда ходила гулять с дочкой на улице, на холод, на ветер. Здесь он меня выручал. Но вот видите, он вызвал у меня проблему с закупориванием пор. Поэтому я отставила эти кремы. И, наверное, не рискну я их использовать на лицо. На тело, наверное, да, использую. И, кстати, у этой линейки абсолютно нет аромата кокоса. В запахе ничего этого не присутствует. Такой обычный косметический аромат. Эти кремы имеют с кокосом ничего общего. Ну и что же касается ночного моего ухода. Это два продукта, к которым я вернулась. Это мои давние любимчики. Это корейская марка Mizon. Вот такая вот сыворотка с морским коллагеном. И крем, который содержит 92% улиточной слизи в своем составе. Кстати, когда я увидела, что на моем лице появляются всевозможные проблемы, я обратилась вот к такому крему от La Roche-Posay и Foclore Duo. У меня он был уже, и я какое-то время назад им пользовалась. И он мне не совсем помог. У меня тоже были прыщики. И я помню, что он мне не совсем понравился. Но тогда я подумала, что, может быть, это не его вина. Я отставила. И на этот раз думаю, ну, пошли прыщи, дай-ка я вернусь к Foclore Duo. Тем более все его хвалят. Причем, кстати, Даша, которая вместе со мной снимает видео об уходе. Его очень хвалят. Ее кожа, он подходит и помогает, насколько я знаю. Так вот, моей коже это средство не подходит совершенно. Кожа еще больше начала цвести с этим кремом. Поэтому я решила, хватит. Юль, хватит экспериментов. Возвращайся-ка ты уже к проверенным продуктам. Тем более, они у меня были в наличии. Я их покупала, но все руки не доходили. И вот тут быстренько все у меня дошло до них. Так, наношу эту сыворотку. Она идет с очень удобной пипеткой. Я прям, знаете, использую целиком. Очень хорошо увлажняет кожу. Прям целую пипетку. Вот такими вот вбивающими движениями наношу на лицо. И когда она впитывается, наношу крем. Здесь, кстати, стеклянная упаковка из темного стекла. И крема большое количество, 75 мл. Он такой, достаточно жиденький. И вот он так вот тянется. Как и вся улиточная слизь. Но меня это не напрягает абсолютно. Он за счет своей такой легкой текстуры очень хорошо распределяется. И крайне экономично расходуется. Я сейчас использую вот эти два продукта. Как универсальные. И в утреннем, и в вечернем уходе. И, как я уже сказала, за две недели. Даже раньше я уже за неделю увидела результаты. То есть все вот эти жуткие надутые подкожники. Которые я даже не могла закрасить никаким консилером. Никаким корректором плотным. Вообще ничем. Тональным кремом поверх. То есть все это жутко просто выступало. Я даже на улицу не могла выйти. Настолько все это было ужасно. Только за домом гуляла с дочкой. Вот уже за неделю использования вот такого дуэта у меня все ушло на нет. То есть остались некие пятнышки. Остались болячки после прыщиков. Но когда я провожу рукой по лицу, я не чувствую никакой бугристой кожи. И это меня радует. Вот такой дуэт. Я не знаю, могу ли я советовать его кому-то. Потому что все мы разные. Но вот по крайней мере вот эти вещи мою кожу спасают уже дважды. На этом мой вечерний уход заканчивается. Давайте переходим к дневному уходу. Я вам быстренько покажу те продукты, которые я использую. Умываюсь я сейчас с помощью вот такого молочка мягкого пилинга 2 в 1 от Академии. В составе есть яблочная кислота и мельчайшие такие голубоватые гранулы. Очень приятная текстура, приятный аромат. Мне напоминает аромат яблока, аромат ревения. Что-то такое среднее. Небольшое количество разношу по лицу, по сухому. И дальше немножко так массирую и дальше смываю. Кожа чистая, кожа не травмируется. И кожа абсолютно гладкая и ровная становится за счет того, что здесь кислоты. Сейчас, пока нет яркого солнышка, у нас вообще сейчас такая серость за окном. Очень подходит мне это средство. Оно у меня уже заканчивается. Но у меня есть еще такая небольшая миниатюра. И, скорее всего, я буду приобретать себе его еще, потому что мне очень нравится с ним именно утром умываться. И очень хорошо освежает, очищает. В качестве тоника я использую утром тоник от Кадали, увлажняющий на основе натуральной виноградной воды. Тоже мне очень нравится. Осталось его буквально вот чуть-чуть. Я думаю, что недели через 2-3 он у меня закончится. И немаловажно, что имеет дозатор. Это очень удобно. И также у меня для дневного, для утреннего ухода есть вот такая вот васильковая вода. Гидролат василька. Я, если вижу, что какие-то у меня отеки на лице, в том числе под глазами, как-то я там лицом в подушку спала, то я сбрызгиваю свое лицо вот этой вот васильковой водой, либо могу компрессик такой своеобразный сделать минут на 10, и все, лицо свежее, никаких припухлостей под глазами и в памяти нет. Дальше, после умывания и тонизирования я перехожу к непосредственному уходу. Об этом уходе я вам уже рассказала. Эти средства отлично впитываются именно в паре. Они хорошо увлажняют кожу, и вот в такой холодный период кожа абсолютно не испытывает никакого дискомфорта. Без вот этой сыворотки, один крем для сухой, нормальной, чувствительной кожи я бы не рекомендовала, потому что увлажнений не хватает. Вот так вот в паре работают идеально и служат прекрасной базой под макияж. И в качестве крема под глаза утром я использую вот такой крем орган треже с эффектом ботокса. Подтягивающий крем гель для области вокруг глаз, вот морщин. Вот в такой он коробочке был. Давайте я вам покажу поближе состав, если вам интересно. Это натуральная греческая косметика, которая не содержит парабенов, пропиленгликоля, парафина, вазелина, красителей и алкоголя в своем составе. Объем здесь 30 мл. И, кстати, крем имеет такую легенькую текстуру. Очень хорошо распределяется. И мне, кстати, очень нравится, как пахнет этот крем. Я не знаю насчет ботокс-эффекта, но увлажняет кожу под глазами очень хорошо. Быстро впитывается и на него идеально ложится макияж. У меня на сегодняшний день хорошее увлажнение для кожи вокруг глаз очень нужно. И для меня это самое главное. С возрастными морщинками он, скорее всего, не справится. И вот какого-то такого ботокс-эффекта я от него не заметила. Но вот увлажняет сухую кожу очень хорошо. И те морщинки, которые от сухости, они расправляются и уходят. Еще хочу показать несколько продуктов именно в дневном уходе. Если на улице были очень сильные морозы, а у нас было такое, особенно сразу после Нового года, и нужно было идти на улицу на длительный промежуток времени, я использовала вот такие вот кремы от Estee Lauder. У меня, кстати, это вот большой полноразмерный. Он остался у меня еще с прошлого года. Недоиспользованный крем. Такой силиконистый-силиконистый. Называется он Relitalizing Supreme Global Anti-Aging Cream. Я рассказывала вам уже неоднократно про этот крем. Он отличный в том плане, что он буквально спасает кожу от непогоды, от ветра. И когда вы приходите с мороза, кожа ваша не шелушится, не краснеет. То есть крем надежно защищает кожу. Насчет глобального антиэйджингового эффекта я ничего сказать не могу, но кожа с ним чувствует себя очень комфортно. И у меня вот такой вот свеженький миниатюрный вариант есть. Да, вот я его тоже частенько использую. Именно этот крем для меня такой спасительный крем-броня от сильных морозов и сильного ветра. Ну, если будем говорить о дополнительном уходе, покажу вам всего три маски. Вот эта маска от Botanicus, вот в такой вот металлической тубе, которая опять же пришла мне на помощь, когда у меня были жуткие высыпания, вот эти подкожники. Я тоже ее использовала курсом, прям вот неделю подряд. Наносила на два часа на лицо, и когда смывала, уже видела результат. За неделю, опять же, в комплексе с кремами от Mizon результат был. Маска потрясающая, не устаю ее всем советовать. На основе масла ши, мели и прополиса. Мели – это масло дерева нем. И в холодное время года моя кожа больше все-таки нуждается в увлажняющих масках, поэтому покажу вам две. Не буду на них долго останавливаться, вы можете посмотреть про них видео. Мои открытия 2015 года. Это маска увлажняющая от Caudalie и маска от Nux. И та, и другая мне очень нравятся. Очень комфортно коже после их применения. Хорошо увлажняют, хорошо напитывают кожу и возвращают ей необходимый баланс влаги. На этом свое длинное-предлинное видео о своем уходе за лицом я хочу закончить. Благодарю вас за внимание. Не забывайте, проходите по ссылочке и посмотрите, чем пользуется Даша, что она использует в своем уходе. Я уверена, что ее видео будет очень интересным и вы найдете для себя много нового. Всем пока, до новых встреч на моем канале. Еще увидимся. Продолжение следует...